Привет, друзья! Сегодня мне захотелось чего-то очень нежного, очень вкусного, и я очень люблю птичье молоко. Поэтому именно сегодня я захотела приготовить конфетки. Буду делать я их не в шоколаде, а просто обваляю в какао, потому что так они получаются еще нежнее, и лишний шоколад мне как бы ни к чему. Но, конечно же, его можно сделать и в шоколаде. Десерт делается несложно, и сейчас расскажу все по порядку. Для начала нам нужно будет замочить агар-агар. Он сейчас, благо, продается даже в любых супермаркетах, поэтому прекрасно берем в пакетике как раз 8 грамм, что нам замечательно подходит. Замачиваем его в воде, добавляем к воде сахар, оставляем на 5 минут, затем отправляем до закипания на небольшой огонь. Тем временем, пока у нас будет закипать агар-агар, нам нужно отделить белки от желтков. 4 я взяла крупных яйца, S0 размер. Желтки мы, конечно же, не выбрасываем. Из желтков мы сделаем домашний майонез, либо какое-то печенье. Желтки никуда мы никогда не выбрасываем. С них очень много всего можно приготовить. Вот так вот закрываем, отправляем в холодильник. К белкам добавляю щепотку соли и отправляю их взбиваться без сахара, без ничего, просто со щепоткой соли до устойчивых пиков. Я бы сказала, до устойчивой белой, пышной и легкой массы. Тем временем взбиваем масло комнатной температуры. Масло взбивается где-то на протяжении 5-8 минут до состояния, чтобы оно посветлело и увеличилось в объеме. Это будет уже сразу видно. Посмотрите, насколько меняется цвет масла. Также нужно будет застелить форму, в которую мы будем выкладывать. Я по бокам обычно ставлю либо ацетатную ленту, либо вот такой бордюрчик выставляю из пергамента. В общем, и низ, и верх нужно обезопасить. Тем временем у нас закипел сахарный сироп с агар-агаром. Его нужно довести до температуры 110 градусов. Можно воспользоваться и инфракрасным термометром, а можно кухонным. Как раз вот уже взбились белки. Посмотрите, какие вот они легкие, пушистые, как облачко. Масса очень хорошо держит форму. Вы видите, они просто воздушные, один сплошной воздух. Теперь снимаем с плиты сахарный сироп. Немножечко его перемешаем. Поколотим для того, чтобы немножечко осели пузыри, чтобы не сплошные пузыри были. И начинаем тонкая струйка вводить агарную массу в белковую. Миксер на больших оборотах. Взбиваем пару минут и затем добавляем сюда сгущенку. Сгущенку можно не добавлять. Уменьшаем, кстати, обороты на практически минимале. На небольших оборотах добавляем сгущенку и масло. Можно добавлять не сгущенку, можно добавить какого-то сиропа типа Бейлис. Очень вкусно будет. Только не в таком количестве. Его грамм 30 будет вполне достаточно. Можно, в принципе, сгущенку не добавлять. Но она добавляет такого именно молочного привкуса. Затем выкладываем массу в форму. И отправляем ее на застывание и стабилизацию. Это минимум 4 часа. Мне проще всего оставить эту массу на ночь. После чего масса становится плотной. Массу мы должны были разлить до того момента, как она остынет. Она не должна быть холоднее, чем 45 градусов. Потому что агар начинает схватываться при 40 градусах. И масса у вас тогда уже так не уплотнится, если вы пропустили этот момент. Поэтому массу выкладываем в форму еще горяченькой. Затем я нарезала птичье молоко на кубики. Его можно кушать уже и так. Можно присыпать сахарной пудрой. А я буду обваливать его в какао. Десерт сам по себе сладкий. Поэтому не вижу смысла его шоколадом покрывать. Посмотрите, какой он воздушный. Воздушный, нежный, как облачко. Очень легкий и очень вкусный. Такой десерт к чаю всем понравится. Он просто изумительный. Ставьте, конечно же, свои пальчики вверх. И пишите комментарии внизу. Я почитаю, мне будет очень приятно. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.